всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал акристо какое-то время назад мне проездом пришлось побывать в ереване столице армении мне нужно было провести 20 часов так что же можно делать транзитному пассажиру в это время и что делал я узнаете посмотрев именно это видео приземлились в ереване полет пошел четко аэропорт ереване небольшой и как вы видите нам в итоге оказалось не туда нужно выходить и вот так вот так вот вежливо наш поставили багаж самолета большое спасибо по аэропорту мы хотели вызвать такси даже уже примерно посмотрели его стоимость в яндексе стоимость поездки от аэропорта до того отеля в котором мы решили остановиться составляла примерно 750 рублей и в этот момент пока мы все это изучали к нам подошел человек представился артемом и предложил нам доехать вместе с ним с экскурсии до отеля недолго посовещавшись может немножко и долго мы согласились и поехали и в принципе нам эта поездка понравилась заплатили мы за эту поездку естественно больше нежели чем если бы мы поехали на обычном яндекс такси в тарифе эконом в общем эта поездка нам обошлось полторы тысячи рублей но зато мы немного познакомились с городом ереван мы заселились в отель пока нас оформляют мы прошли в обменный фонд поменяли валюту на армянские драмы по-моему так они называются какой курс что из-за него получилось немножко дальше отель кстати находится в таком аутентичном дворике центре еревана очень классно кстати на мой взгляд очень неплохой цены чуть подальше вы увидите в целом погода радует все классно вот видите как улочки небольшие в ереване но и сейчас мы направляемся обратно в наш отель для того чтобы заселиться в номер отель называется миаказа вот он сейчас за моей спиной его я выбрал благодаря каналам телеграме ссылочку на них я дам внизу под описанием в целом все соответствует заявленным ценам цены кстати проверил на яндексе принципе там же мог и забронировать но я подумал что будет дешевле и в принципе так и получилось если мы приедем в отель и оплатим на месте собственно говоря я был прав и так получилось дешевле и 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 мы сняли два номера на троих сейчас нахожусь в одном из этих номеров и покажу кстати по стоимости получилось 45000 грамм это примерно около 100 долларов за два номера на сутки как же выглядит номер ну вот это вот санузел душевая кабина все стандартно есть всячески разные кремы мыло все остальное фен я в зеркале так вот такая вот двуспальная кровать шкаф кондиционер телевизор полочка полочка для обуви тапочки что у нас в шкафу давайте посмотрим в шкафу у нас здесь пустые полки здесь вешалки и сейфа кстати нет вот такой вот вид из окна трюмо кстати вода бесплатно ноусмокинг холодильник что у нас в мящике ничего ну и две трубочки по бокам кровати и вот такая интересная картина а вот так вот выглядит ключ от номера вот с таким вот прикольным маленький домик мы заселились в номера естественно очень сильно уставшие после перелета переезда и нам просто физически было необходимо принять душ и немного поспать поспали мы несколько часов проснулись уже немножко бодрее и решили отправиться куда-нибудь перекусить по пути мы видели один ресторан который нам понравился внешне у него был небольшой садик назывался он флагман мы решили двинуться туда зашли мы в кафе флагман и я понял что как-то жаба меня немножко душит пистаться в этом ресторане все очень красиво наверняка вкусно но и так же дорого поэтому мы решили кардинально просто сменить место и пойти в столовую поедаводку негативно пистолет подач на мы взяли себе шашлыка свящей овощи на гриле салат из говядины вот это из базилика компот это из винограда тефтели картошка опять такая же порция с шашлыком и овощи на гриле и то же самое два компота и вот такой кекс сейчас попробуем все это съесть и заплатили за все за это 7600 драм вот здесь где-то вверху будет сумма в блях я прям уже в нетерпении мы объелись алина себе заказала еще дополнительную порцию пюре и тефтели все реально вкусно тефтели еще стоили 1170 грамм немножко раньше я перепутал сумму это было не 7600 по 7160 так что столовая просто огонь сейчас найти никуда не хочется хочется завалиться и поспать учитывая то что мы в принципе все это время были в дороге такие истории но очень хочется взять себя в руки и пойти посмотреть цены в магазинах вот мы нашли супермаркет решили зайти и посмотреть цены какие же в ереване цены на продукты в общем поход в столовую поход по магазину нас опять немножко утомил и мы решили опять немного поспать проспали мы до 8 вечера на улице уже стемнело мы поскольку наш отель находится практически в центре еревана и до его главной площади площади республики примерно один километр мы решили пройти это расстояние пешком и отправились туда я сейчас я нахожусь на площади республики моей спиной вот такой комплекс зданий здесь находится правительство здесь проводятся все битвы а там оппозиции еще какие-то воли изъявления народа а вот здесь все это и происходит в целом ереван произвел на меня достаточно положительное впечатление но я хотел бы отметить что на мой взгляд ереван не дешевый город а так в принципе все очень классно все очень интересно просто супер и я каждому рекомендую посещению город ереван и вот еще одна неожиданная достопримечательность на пути так сказать ереване неожиданно получилось я ни про нее не знал соответственно вот такой большой фонтан очень классно выглядит на нем кстати нет такой эллиминационной подсветки которая присутствует в санктурбурге на фонтане например тот который находится на углу московского проспекта и ленинского ну здесь есть вот такой вот интересное здание вот как это выглядит что еще поражает на улицах еревана это вот присутствием вот таких вот фонтанчиков в них можно попить воды я кстати это сейчас и сделаю стишки подбежали попили воды попробую какая на вкус это вода поделюсь мнением с вами ну честно могу сказать вода удивительно мне по друзья ереван вызывает исключительно положительные эмоции и поскольку нам не удалось в нем побыть достаточно долгое время мы рассчитываем в него вернуться еще раз кстати если вы были в ереване оставьте пожалуйста свои комментарии внизу под этим видео что вам понравилось городе что нет поделитесь этим видео с друзьями может быть оно им пригодится если они планируют поехать в ереван подпишитесь на канал поставьте лайк большое спасибо за просмотр и жду с нетерпением встречи еще раз с вами на канале акристо пока